Добро пожаловать на финал чемпионата мира по хоккею 2013. Главная сенсация, главное открытие, главное украшение этого чемпионата сборной Швейцарии под руководством Шона Симпсона выходит сражаться с хозяевами турнира сборной Швеции и вне зависимости от исхода этой финальной встречи он войдет в историю. Либо сборная Швейцарии впервые в истории станет чемпионом мира, либо сборной Швеции удастся разрушить действующее с 1986 года проклятие домашних арен на чемпионате мира. Вместе с вами за ходом этого исторического финала будут наблюдать комментаторы заслуженный тренер России Сергей Гимаев. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И Роман Скворцов. Команды открывали турнир для себя встречи как раз друг с другом. И тогда Швейцария преподнесла первую неожиданность этого чемпионата, которая оказалась далеко-далеко не последней. И большая часть этих неожиданностей и сенсаций была как раз связана с игрой команды Шона Симпсона. Канадца, который привел сборную Швейцарию к повторению наивысшего успеха как минимум. Но как максимум он заведет ее на самый хоккейный Эверест. Итак, встреча началась. Братья Сидины и Луи Эриксон ударное звено шведской команды, которая все шведские голы в плей-офф соорудила, при этом отличившись в равных составах только раз в конце полуфинала против финнов, поразив пустые ворота. Давайте полностью. В составы играющий сегодня команд Йонас Энрут. Первый номер. Основной голкипер шведской команды Яков Маркстрем. Двадцать пятый. Первая пара защитников. Стафан Крунваль, капитан команды четвертый. Хедрик Талиндер. Седьмой. Тройка нападения Джоэль Лунквиз. Вписан протокол первым звеном. Двадцатый номер Дик Аксельсон, двадцать восьмой. Мартин Торнберг, шесть седьмой. Вторая пара защиты. Петер Гронберг, восьмой. Юхан Франсон, десятый. И тройка нападения Симон Хелмарсон, одиннадцатый. Фредрик Фетерсон, двенадцатый. Никлас Ферсон, двадцать третий. По вашим просьбам перейдем на сон. Третья пара защитников. Эрик Густавсон, двадцать девятый. Элиас Фельд, восемьдесят первый. И вот это ударное звено, которое в стартовом протоколе Мортс на третью позицию прячет, но при этом выпускает в первой смене. Луи Эриксон, двадцать первый. Даниэль Сидин, двадцать второй. Хенрик Сидин, тридцать третий. И в четвертом. В сочетании пять форвардов Оскар Линберг, пятнадцатый. Кали Ерн Круг, девятнадцатый. Еми Эриксон, двадцать седьмой. Никлас Даниэльсон, сорок четвертый. Габриэль Ландескук, девяносто второй. Пер Мортс, главный тренер сборной Швеции. Ожесточенные критики подвергался он по ходу группового этапа. Очень недовольны были болельщики. Невыразительной игрой команды в атаке, но никого не слушал Пер Мортс. Сгнул свою линию, и теперь команда в финале. И теперь все счастливы, и теперь решительно требуют реванша за поражение в первом матче. Для того, чтобы трижды сладка была эта победа, добытая в бою с главной возмутительницей спокойствия на этом чемпионате. В сборной Швейцарии Мартин Гербер занимает ворота в этом финальном матче. Вратарь-ветеран, чья шведская команда в этом сезоне вылетела из элит серии. Мартин Гербер не сумел ее спасти, но зато сумел довести свою команду до финала чемпионата мира. В том числе и при деятельной помощи своего сменщика Ретто Бера. Двух голкиперов. Шон Симпсон заявил на этот турнир и не стал дозаявлять третьего. И просто фантастически оба голкипера этот турнир провели вне зависимости от того, чем завершится сегодняшний матч. Чем и как. Полевые игроки. Жульен Воклэйр, третий номер. Маттиас Зейгер, капитан команды 31-й. Нино Нидерайтер, 22-й. Мартин Плюс, 28-й. Симон Мозер, 82-й. Это первое звено швейцарской команды. Вторая пара защиты. Эрик Блюм, 58-й. Патрик фон Гюнтон, 72-й. И тройка нападения. Андрес Амбюль, 10-й. Рето Сури, 24-й. Райан Гарднер, 51-й. Третья пара защиты. Рафаэль Диас, 16-й. Роман Йоси, 90-й. И тройка нападения. Лука Кунти, 12-й. Симон Боденман, 23-й. Деннис Холленштайн, 70-й. Четвертая пара. Северин Блинденбахер, 5-й номер. Филипп Фюрер, 54-й. И тройка нападения. Морис Трахстлер, 43-й. И Матиас Бибер, 48-й. Джулиан Валькер, 90-й кат. И Шоан Симпсон, главный тренер швейцарской сборной. Ну что нужно в Швейцарии сделать, чтобы обоиграть? Значит, надо, прежде всего, втянуть в ту скоростную игру, какую они продемонстрировали на этом турнире. И, в частности, вот вчера полуфинале с американцами, что они с первых минут попытались сделать. Первое. Постараться нейтрализовать звено Сидинов. А для этого отличная тема не удаляться. Да, тут важнейший фактор это именно не удаляться. Потому что 5 на 4, это очень здорово действует. Вот это сочетание. Два Сидина и Эриксон. Ну, а со столицы-то можно играть довольно спокойно. Линия обороны у шведов там не фантастическая. Но вратари очень хорошие. Вратари хорошие. Но в целом, я говорю, вот это главный фактор. Быстрый темп и не дать себя втянуть вот в такую медленную, шведскую, техничную, умную игру. Шон Симпсон, конечно, очень рисковый наставник. Дело в том, что лучшим вратарем турнира на данный момент по проценту отраженных бросков является никто иной, как Реттубера, который выиграл полуфинальный матч, который оставил в нем свои ворота сухими, и который сегодня начинает встречу на скамейке запасных. Но играл в четвертьфинале Гербер. И тоже был чудо как хорош. Так что... И он тоже, кстати, в четвертом. В четверке. А на втором месте как раз Йонас Энрут. И вот в противоборстве вратарей тоже многое сегодня будет решаться. Ну что, массированная атака швейцарцев. И смотрите, в пятером шведы защищает свой пятачок. Продавил их тройка в составе Холленштейна и Боденмана. Вместе с Кунти, естественно. И очень непросто тут Энруту пришлось. Судят сегодняшнюю встречу, кстати, об этих людях тоже нужно сказать несколько слов. Особенно об одном из них. Антонин Ярабик из Чехии. Константин Оленин из России. Линейный арбитр Иван Дедюля, Белоруссия. Джесс Уилмот, Канада. Это, ну, как правило, матчи лучших команд обслуживают лучшие арбитры. Да, конечно, помогло российскому суде отсутствие финальной части российской сборной. Но при этом своей работой. На этом турнире Константин Оленин заслужил право провести этот финальный матч. И хочется нашего судью с этим поздравить. Поскольку все вы помните, какую тяжелую травму получил он плей-офф континентальной хоккейной лиги. Долгое время оставался вне профессии. Под вопросом была его поездка на чемпионат мира. Но справился с последствиями этого повреждения. И своей работой на этом турнире доказал, что вот сейчас, на данный момент, Константин Оленин лучший из российских судей, выбранных для обслуживания международных матчей. Ни разу российский судья не судил финалы чемпионата. Костя первый. Тут, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы и последний. Но мы этого делать не будем. Никакого злого умысла не ищите. Открывает счет швейцарцы! Роман Йоси вырулил на пятачок! И броском с неудавной руки застает Эндрю Тавраслов. Тот показывает что-то арбитру. Ну что тут показывает? Ну площадь и ворот. Чет меняется. На площадь и ворот судья не смотрит. И не будет смотреть. Этот эпизод разбирается непосредственно на площадке. Есть свисток, нет свистка. Свистка не последовало. Вот он рейд Йоси к воротам. И вот он техничнейший бросок бэкхендом в дальний угол. Ну а то, что на пятаке швейцарцы действуют лучше всех на этом чемпионате, мы уже с вами говорили. И вот они нас в очередной раз в этом убедили. И Йоси туда вырулил. И его партнер отработал так, что никак не могли выковырить его с пятачка. Четвертая шайба защитника на этом турнире. И пять результативных передач у него в активе. И на льду было звено Сидинов, и они же ошиблись. Пятая минута. У нас еще идет 1-0. Сборная Швейцарии впереди. Снова подопечные Шона Симпсона постарались активно начать эту встречу. И им это удалось. Важнейший фактор вот в играх сборной Швейцарии, чтобы они открывали счет. Это же произошло и в матче группового этапа. Там 2-0, 3-1 швейцарцы вели. Уже начали праздновать в концовке, поразив пустые ворота. Но расслабившийся Гербер как раз шайбу пустил за 23 секунды. И пришлось там еще понервничать. Немножко. И по ходу той встречи был момент, когда шведы заперли. Швейцарцев оказалось вот сейчас, сейчас посыпется шайба у ворота команды Шона Симпсона. Но нет, так только казалось. Выдержали без паники этот натиск. Отлично. Отыграл голкипер. Здорово помогли ему партнеры. И как следствие добились швейцарцы победы на старте. Говорил Шон Симпсон. Если мы думали, что если после трех матчей с лидерами потенциальными чехами, канадцами и шведами у нас в активе будет хотя бы одно очко, мы будем считать это отличным стартом. А оно вон как получилось. Аппетит пришел во время еды. Девять побед в девяти матчах. Еще одна ключевая фраза, сказанная хоккеистами Швейцарии. Мы в каждую секунду в каждом месте площадки знаем, что делать. Бибер здорово там отсражался на пятачке. И смотрим, он, кстати, площадь ворота его вкатили только уже в завершающей фазе. Так что какие здесь претензии? А никто и не обсуждал. Сказали, поехали на центр. Между щитков пролетела шайба. Казалось, все сделала правильно. Эндротт, но не тут-то было. Райан Гарнер против Габриэля Ландес Куга на точке вбрасывания. Выигрывал, казалось, канадец это единоборство. Но тут расторопней. Партнеры Ландес Куга действовали. Персон, Ялмарсон и Ландес Кук. И здесь Пермортс. Немножечко запутывает у двоих игроков. Были повреждения в составе шведской команды. И Мериксон болен. У него по-прежнему болевые ощущения в области ревер. Бросок Гарднера восьмой уже для швейцарцев на старте этого матча. Знаете, сколько раз пришлось в игру вступать Герберу? Ни разу. 8-0 в соотношении бросков к этой минуте. Просто конспекты по швейцарским матчам можно составлять. Часть первая. Стартовый натиск. Шайба рикошетом от клюшки шведского игрока улетает в заградительную сеть. Реклама у нас. Шесть минут пятьдесят пять секунд позади в первом периоде финального матча. Чемпионата мира по хоккею 2013 между сборными Швейцарии и Швеции. 1-0. Шайба заброшена Романом Йоси с передачей Юлиана Валькера. И для Валькера это восьмое очко на этом турнире. Игрок четвертого звена. Вот говорили мы о том, что не ищите швейцарцев среди лидеров бомбардирской гонки. Но вот смотрите. Нино Нидеррайтер. Восемь очков. Рето Сури. Восемь очков. Девять. Стало у Романа Йоси, который вообще так по штатному расписанию защитник на минуточку. Восемь у Джулиана Валькера, игрока четвертого звена. Абсолютно взаимозаменяема вот эта конструкция, возведенная Коучем Симпсоном на фундаменте характера. Швейцарцев после полуфинального матча давали они хорошие такие интервью, в которых говорили отличные, очень правильные слова. В частности о том, что находясь на площадке, мы осознаем, что сражаемся за каждого гражданина нашей страны. Вот только с таким подходом и можно решать большие задачи. Только с таким подходом можно решать. Можно выигрывать девять матчей подряд и собираться, и быть фаворитом. Несмотря на то, что думают остальные в десятом. Вот я приехал только и смотрел, в принципе, и комментировал только вот вчера. Но вот за один матч мне стало понятно, одно из важнейших качеств. Может, самое главное качество этой команды, что это команда. Как они к друг другу относятся, с каким уважением, с каким вот пониманием. И что вот просто готовы друг за друга. Ну, не знаю, вот просто. Именно команды. Вот после игры, когда вот награждение идет. Во время игры. Вот я на единстве команды, которые вот так начинают, перемачиваю, как бы, ритуал. Каждый, каждого, вот, перчатка в перчатку. Вот, просто вот. Ну, и там характерный момент. Награждали трех лучших игроков в составе швейцарской команды. Каждого из них там катил вдоль строя. А когда назвали Зегера одним из трех лучших игроков, там, его просто вся команда обняла. Легендой швейцарского хоккея становится Зегер. Это 15-й чемпионат мира. Для него, то есть, он помнит как раз вот то самое возвращение в элиту. В 98-м году Диудлу Эриксон не зафехтовал шайбу в ворота. И ведь может он превзойти этот рекорд, который принадлежит Петере, ну, Милину, вернее. Сейчас они с ним владеют на пару по 15 чемпионатов мира в элитном дивизионе в карьере. 77-го года рождения, Зегер. Хотя, конечно, после такого успеха можно на радостях и коньки на гость повесить. Талиндер. Лунквист. Мягкая передача на партнера. Тот закладывает пираж. Петерсон. Бросок наглухо закрыт. Гербер и... Густав Сон, подключившийся к атаке, сравнивает счет. И звучит, как и при всех взятиях ворот с шведами на этом турнире гимн чемпионата. Ну, при пее, которого поется, никто не сможет нас остановить. Ну, канадцам и швейцарцам это делать уже удавалось в рамках этого чемпионата. Это, кстати, любопытно, что голы с соперником ворота шведов, как правило, не сопровождаются никакой музыкой. Мощный бросок Петершуна. Тут свалка настоящая на пятачке. Ну, понятно. Блинденбахер, может быть, даже и погорячился. Не того выбрасывал он из очереди. И в итоге счет сравнялся абсолютно закрыт. Булгербер не видел ни броска, ни добивания и помочь своей команде. Ну, не доработали тут в обороне швейцарцы. Но, с другой стороны, вот шведы очень здорово последние минуты проводили. И вот подряд три отрезка. Эрик Густавсон, защитник, 9 матчей на этом чемпионате провел. То есть играл от звонка до звонка. Это его первая шайба. В финале при счете 0-1 в момент, когда так уже тревожно начинало становиться поклонникам шведской сборной. Сборная Швеции проигрывала домашний финал на этой арене в 95-м году. Сборная в Финляндии 1-4. Так что многие из тех, кто пришел сюда в глубин, конечно, в глубине души опасаются подобного повторения событий. Торнберг в углу Сурия. Его преследуют. И снова так шведы всей пятеркой прибывают к воротам в зону соперника. Крунваль очень активен. В углу борется. Выходят швейцарцы из-под этого прессинга. Правда, контратаки у них не получается. Ошибка в средней зоне случилась. Но нельзя было трогать шайбу швейцарцам. Поскольку там нападающий уже далеко в зону вкатился. А шайба из средней зоны только туда прибыла. Сейчас не будет проброса. Швейцарцы меняются. И сразу же вот эта пятерка, выскочившая со скамейки запасных, покатила по своим маршрутам. Известным заранее удаление будет в составе швейцарской команды. И вот это сейчас испытание для подопечных Шона Симпсона. Поскольку просто с сумасшедшим процентом шведы реализуют большинство в этом плей-оффе. Шон Симпсон делает об этом соответствующую запись. Что-то там за удар в голову, а где-то в удар в голову. Вот повтор момента. Ну а извините, как тут было не атаковать в голову согнувшегося в три погибели Эрикса? Поэтому зрители и свистят, что это абсолютно непонятное там решение. Я думал, за воротами тогда сбили одного из сединок там. Нет, рука арбитра уже была поднята. Понятно. Вот, а я еще думаю, что там такое произошло там. Ну, между тем, это очень большая опасность. Четыре шайбы из пяти. В плей-офф шведы забросили в большинстве усилиями вот этой пятерки. Даниэльсон на синей линии. Крунваль, братья Сидина и Луэриксон. Бросок. И швейцарцы принимают эту шайбу на себя. И более того, бегут в контратаку. Три-два. Ух, в обыгрыш Йоси. Правильно он пошел. Ведь этот обороняющий вот где 44-й номер, он же нападающий. Его-то можно обыгрывать. А Йоси защитник. Не, Йоси защитник, а кого он обыграл-то? Атакующий, да. Опасная была контратака, но не взошло. Подставляет клюшку Луэриксон рядом со штангой. Шайба проходит. Швейцарцы борются в углу, не давая возможности передать шайбу Хенрику Сидину, который вот теперь будет раздавать кому хочет и куда хочет. На пятачок. Не ждали партнеры. Даниэльсон нападающий. Вот просто здесь почему-то вот так вовремя использовали. Матч из Канады. И очень здорово это все прошло. И две заброшенные. Ну, одна заброшенная шайба. Ну, и сейчас гол. Да, вот это чудо просто. Разрывают. Разрывает Сидина оборону Швейцарцу в большинстве. И выходит вперед Швеция. 2-1. И подъезжает Филипп Фюрер. Своему вратарю так утешает его. Мы еще побьемся. Мы не сдадимся. Они не сдадутся. Это правда. Крюнваль. Прошла вот эта диагональ. Ну и дальше Хенрик Лунки. И, казалось бы, помешал уже. Да. Но он взлетом. Переправил шайбу ворота. Возвели уже здесь братьев Сидина. Но вот в Турине завоевали они олимпийское золото. В финале Кубка Сенли играли. И сейчас имеют возможность победить в домашнем чемпионате мира. Ну и смотрите. Несмотря на то, что в целом по турниру лучшая команда по игре в большинстве это сборная Швейцарии. В плей-офф шведы забросили пятую шайбу в большинстве. Потратив на это 7 попыток. Просто убийственный процент реализации. И конца края этому не предвидится бросок. И перекладина. Спасает ворота швейцарской команды. Реклама у нас. 7.34. Остается до конца. Первый период финального матча. Между сборными Швейцарии и Швеции 2-1. Шведы впереди. Роман Йоси. Счет открыл на пятой минуте. Шведам удалось достаточно быстро отыграться. Эри Густавсон счет сравнял. А затем и первое же большинство удалось хозяевам чемпионата использовать. Кенрик Сидин отличился. Значит, он пока без ассистентов. Но кто-то же делал ему эту передачу. Проблема в том, что Андрей Самбюль выпал на 10 минут. Определили арбитроатаку в голову в крайне неоднозначном эпизоде. Это точно. Братья Сидины и Луи Эриксон на площадке. Ну, сейчас, естественно, ловят шведы уже свою игру. Ну, и вот смотрим мы, как будут швейцарцы чувствовать себя в новом опыте на этом чемпионате. Мало кто ввел против них в счете на этом турнире. Но вот, кстати, против Канады удалось отыграться с 1-2. Ну, и шведы при таком счете уже так умело, в принципе, темп сбивают и контролируют шайбы. Вот финны в этом убедились, что там хочется побегать. А как без шайбы бегать? Просто бегаешь. Но при этом, опять же, вот с точки зрения тех скоростей, которые они показали сегодня, абсолютно не были они похожи на себя в полуфинале. Против шведов беловатыми выглядели. Еще один опасный бросок с неудобной руки в исполнении Холленштейна. И там рядом со штатгой шайба прошла. Сражаются просто... Тут Петерсон как лев бьется, несмотря на свои такие небольшие габариты. И, кстати, голевую передачу заработал и очков все набрал. И победный буллит в четвертьфинале реализовал против Канады. Не дождался здесь партнеров Кунтия. Скидывал назад, там еще не успели выскочившие славки Нидеррайтер и Плюс. Помочь. Нарушение численного состава. Ну, опять же, вот он сейчас судил этот Лайсман в стиле того, как раньше было. Человек уже ехал на скамейку, никак не участвовал. И он там еще сам мешал-то Лайсману заехать. Правильно Симпсон показывает. Снова Нидеррайтера отправляют отбывать этот командный штраф. Пример-министр Швеции присутствует на этой встрече. Пример-министр Швейцарии наблюдал за полуфиналом в исполнении своих соотечественников. Ну что, шведы снова получают численное преимущество. Этот убийственный аргумент, который здорово они используют в плей-офф. Кронваль с Даниэльсоном пока на синей линии, но скоро Кронваль поедет. Поедет вот туда. А сейчас поменяется местами. Идут два седина. Ну вот, видите, они там вот крутят. Немножко непохожие на них неточные передачи. Швейцарцы все равно стараются идти в контратаку. Но здесь в плюсу не дали лечь на боевой курс Луэриксон. На седина. Не удается швейцарцам шайбу из зоны. Раз выбросить. Два выбросить. Третьего получилась смена. Кстати, вот сейчас больше было похоже на нарушение численного состава. Один из швейцарцев еще ехал на смену. Второй выскочил и уже врезался. Ну вот, Хенрика Сидин. Францовым. Вторая бригада большинства выходит. И сейчас вот арбитр стоит за то, что с гиппетантичностью определяет положение вне игры у шведов. Да, продавил все равно Хенрика Сидин Йоси. И вот добивал спокойно. Но вот не фарт это. Ну и Гербер тоже не совсем понятно, куда он урванул. Там потерял равновесие. И его в воротах уже не было. Один большой недостаток, если это сборная Швейцария, это игра набрасывания. В 30 лучших центрах ни одного швейцарца. И все 4 шведов. Персон в край. Но здесь не будут шведы торопиться. Фельд. Бросок по воротам. Гербер сводит щитки. Но до шайбы добраться ему не удается. Разнервничался Гербер. И вот в этом может быть как раз и проблема. В эпизоде со второй пропущенной шайбой. Удалось. А вывести его из себя Петра Форсберга показывают. На видеокубе. Ну, наверное, покажут еще и для всех. И тут еще Герберу повезло, что в тот момент, когда он врезал Лэндус Кугу по ногам, арбитр в другую сторону смотрел, сосредоточившись там на зачистке швейцарцами своего пятачка. 30 секунд еще швейцарцам нужно отыграть в меньшинстве. Вот сейчас удалось им шайбой завладеть. Гарднер выбросил шайбу из зоны. И такая неожиданная тишина. Подвисла при умолкле. Как-то швейцарцы шумные. Эдрик Сидин, Луэй Эриксон по борту на Кронвале шайбу отправляют. Там у Даниэля Сидина клюшка сломалась, поэтому Эмей Эриксон появляется на льду. Играет он на обезболивающих. Еще специальная защита. Но вот шведский доктор говорил, что бывает и хуже. По крайней мере у Эмей Эриксона ничего не сломано. А вот финальный матч в Риге Кенни Юнсен играл с тремя сломанными ребрами. Можете себе представить. Это, кстати, последняя победа шведов на мировых первенствах в 2006 году. Вот с тех пор россияне трижды становились чемпионами. Канадцы, чехи, финны. А шведов корона обходила стороной. Отличная команда, от которой многое ждали. Была у них в прошлом году и блестяще смотрелась на предвариловке до встречи со сборной России. И первую половину встречи со сборной России смотрелась бесподобно. А затем развалилась она. Ну и потом же чехи их там обыграли в финале. Ну, о чем и говорю. Ну и Францин же тяжелую травму получил в игре с Россией. А он один из ключевых игроков был. Три минуты. До конца первого периода остается Талиндер. Забрасывает шайбу. Там Даниэльсону было непросто ее поймать. Но тем не менее поборолся Юэль Лунквест в углу. И вот за счет этой активности опять же шведы прибирают шайбу к рукам в чужой зоне. И вот уже они как раз по рецепту Швейцарии в матче против США атакуют соперника и не дают ему головы поднять. В зоне соперника понимают, что если разбегутся швейцарцы, жди беды. Даниэльсон в средней зоне. Битва, битва идет настоящая. Вообще никто не мимо кого не прокатывается. Очень жестко. Неважно большой, маленький. Атакует, встречает все равно жестко. Настоящий бой вот такой, спортивный. Вот так и должен проходить финал Мирового Перевска. Настоящая спичка характеров, бескомпромиссная борьба. И никто здесь ничего без боя уступать не будет. Нино Нидеррайтер. И прошла на него передача. Тут поддушивает Франсен. Вот, пожалуйста, иллюстрация. Уже все, там закончился момент. Нет, Франсен получает свой удар. Ландескок бросал в гербер. Парирует шайбу в углу. Ее швейцарцы подхватывают. Но вот опять точной передачи. Фрюшку партнеру не хватает. Чтобы Сури, очень скоростной нападающий, улетел там. И за счет скорости попытался обыграть противостоявшего ему одного соперника. Бибер, тракслер и валькер. Бросок из средней зоны. Энруд шайбу ловит. И вот сейчас президента Швейцарии нам также покажут. Сегодня состоялась церемония введения очередных членов в зал хоккейной славы. Зал славы международной федерации. Да, и такие звезды действительно, как Петер Фортберг, Матт Студин, Тепа Нуменин, Пол Хендерсон, Даниэла Гаета, канадская хоккейская, Ян Оке, Эдвинсен, генеральный секретарь Международной федерации хоккея. С 1986 по 2006 год были туда включены. И очень важно, что также была сборная Советского Союза 1954 года, которая сразу же выиграла чемпионат мира. Борис Петрович. Я знаменовала этой победой наступлению новой эры современного хоккея. Да, появление, что еще хоккейная держава Советского Союза появилась. Остались два у нас участника того матча. Это Виктор Григорьевич Увалов, Александр Николаевич Комаров. И вот пожелаем им здоровья. А приз получал Борис Петрович Михайлов, капитан нашей замечательной сборной Советского Союза. В 1963 году здесь же в Стокгольме началась вот эра такой мощной советской побед. 50 лет в этом году исполняется. Вот 63-го года там по 7-й доминировали советские хоккеисты. Кстати, тоже не так много осталось вот тех игроков, которые в 63-м году играли. Вот в живых осталось не так много. Пожелаем всем здоровья. И помнить о тех, кого нет. Тем временем подходит к концу первый период сборная Швеции. Не без потерь, но выдержала стартовый натиск. И удачно забила. Да, очень удачно. Быстро отыгрались. И вот уже во второй половине этой 20-ти минутки владели инициативой. Кроме того, удалось им вывести из состояния душевного равновесия Гербера. Ну и тут выпускают пару уже по полной программе. Ну а кто у Шведов самый боевитый? Конечно, Петерсон. Ну, такой неприятный боевитый для соперника. Потому что вот сейчас, если повтор будет, ну, куда бы там помчался бы. А с другой стороны, он свою задачу полностью решает. Вот они видят, что Гербер нервничает. Они его еще больше там выводят из себя. Уже не первый раз. Ну вот, смотрите, повтор. Видите, как тот просто взял защитника, толкнул. Гербер и въехал. Но за это ему, конечно, тут наваляли. Ну, это уже вторичные. Таллиндер заугрожал просто всем там. Все из Камейкина. Я вам еще покажу. Ну, там же Шон Симпсон, то смотрите, ну и вы. Кто, чего тут приехал? Куда он там? Свейцарцев в этом отношении очень боевитой команды. Думаю, что еще здесь немало будет стычек. Ну, не думаю, что тут кто-то уж очень сильно подерется, но это действительно так. Питал Характеров. А, кстати, вот еще на что обратить внимание, то вот эти вот седины, они не умолкают. Они вот с первого матча, как я увидел, они здесь постоянно общаются с главными судьями. И флайсманы в том, что его, смотрите. Брасывание в среднюю зону в итоге вынесли арбитры. И вот по этому поводу седины получали консультацию у золотых свистков этого чемпионата. Ну, что же, первая 20-ти минутка завершилась. Со счетом 2-1 сборная Швеции выигрывает у команды Швейцарии, но битва еще не окончена. Продолжение следует... Добро пожаловать обратно в Стокгольм. Чуть меньше полутора минут остается до начала второго периода финального матча чемпионата мира 2013 между сборными Швейцарии и Швеции. 2-1. Шведы впереди. Проигрывали они с пятой минуты первого периода, когда Роман Йоси отличился. Но на девятый Эрик Уссовсон провел ответную шайбу. На двенадцатый Эндрик Сидин вывел свою команду вперед. До сих пор он значится без ассистента. Хотя, в общем, видели мы, что Даниэль Сидин делал передачу своему брату. А до этого шайбу ему доставил Крунваль. Ну, да ладно. Разберутся специально обученные статистические люди. 10-7. По броскам швейцарцы своих соперников превзошли. Но при этом начали-то они с 8.0 уже к седьмой минуте. А вот затем шведы сумели инициативу перехватить. И вот это удаление Амбюля в неоднозначной ситуации определенно пошло. Шведам на пользу они сумели вернуть свою игру. Более того, они его сумели реализовать. Шведские журналисты, думаю, я такими любопытными сообщениями, отметили в твиттере. Магнус Нистрем написал, только и сейчас я понял. Спасибо большое, Сан-Хосе, вы сделали для нас большое дело. Ну, а что касается... Ну, так поясните, что это значит? Это значит, что благодаря победе Сан-Хосе над Ванкувер Кеннекс, со счета 4.0, братья Сидины приехали на этот мировой чемпионат и творят свою боевую магию в этом плей-оффе. И даже то, что Эдлер приехал, это плюс. Потому что он там сыграл нормально. А потом поступил очень некрасиво. Там вывело из строя Эрика Стала. Но это сыграло свою роль в победе сборной шведки. Тем не менее, Матиас Эк, обозреватель Экспрессона, отдает должное и сопернику шведской команды по этому финалу. Удаление за нарушение численного состава он прокомментировал так. У швейцарцев обнаружился на льду лишний игрок. Я думал, он был там весь чемпионат. Итак, 2-1. А сборная Швеции впереди. Продолжает досиживать свой штраф Андрес Амбюль. Но уже через минутку этот дисциплинарный прицеп за атаку в голову закончится и сможет вернуться к сыгранным сочетанием звеньев Шон Симпсон. Ну а пока тут дежурная гастроли цирка братьев-сидинов в зоне соперника. Нет необходимости угрожать воротам. Без шайбы все равно начинают злиться. Начинает, появляется риск нарушения правил. Ну и плюс своя скамейка рядом. Не дает смениться, утомляет. Вот так вторую смену можно прокататься. А третий, глядишь, там что-нибудь и придумает против изъезженных в усмерть швейцарцев. Бросок поворотом Гербер выкатывается под него. Было опасно. Ландес Кук, Воклера как раз жестко атакует. И вот смотрите, сейчас пошла уже третья смена у шведов. А вся та же пятерка швейцарской команды защищает свои владения и вынуждена, просто вынуждена пробрасываться. Да, так отвозили их прилично. Еще сразу попали сначала звено Сидинов, который их замучил, а потом уже устал и ничего не могли поделать. Вот показывает, как они все согнулись. Ракслер и вновь, кстати, против Сидинов. Да, так очень грамотно. Они же поняли, что это же звено, так можно же и не дать вообще смениться. Так, вот это решение... Нужно Герберу сейчас любой ценой ловить шайбу. Но тут еще лучше. Получается, выйдут швейцарцы в чужую зону. Валькер берет инициативу на себя, но попадает в коньки Густавсона. Но, тем не менее, делает он большое дело. Помогает смениться партнером. И вот теперь сам уступает место на площадке Нина Нидеррайт. Руб отправлена шайба, но щиток Эдлера становится на ее пути. Луи Эриксон. И снова в свою очередь выходят Линдберг и Эйми Эриксон. Да, вот так очень неприятно швейцарцам без шайбы находиться. Представляете, уже почти три минуты. И все время оборона, оборона, оборона. А как бы в перерыве сказали, ребят, надо перенести игру в зону шведов, атаковать. А как? Без шайбы нет. Ну, а второй период традиционно на этом турнире такое время испытаний характера парней Шона Синксона. И до этого момента они показывали, что с характером у них полный порядок. Терпели, выдерживали и затем добивались своего. Холленштайн. Выцарапал там шайбу у двоих соперников, но так и не сумел до нее добраться. Шведы ее теперь уже выбрасывают абы куда. Но, правда, будет здесь Даниэльсон прессинговать, накрывать, перекрыт борт. Сейчас не самая такая опытная пара защитников на льду. Блюм и фон Гюнтен. И вот во вчерашнем полуфинале в их смену частенько загорался пожар перед воротами Ретто Дера. Кунти. Нет, все-таки посчитали, что не сумел зацепиться. Блюм за синюю линию. Но, опять же, девиз лучше свистнуть и ничего не произошло, чем не свистнуть и потом оправдывать это очень долго. Гарднер против Персона, насколько я понимаю, на точке сбрасывания. Да, так и есть. Шайбой вроде бы швейцарцы завладели, но, опять же, распорядиться ей не сумели. Франсон, когда ловит он Кураж, пойди его останови. Да он же и вообще такой полунападающий в прямом смысле, когда он в Sky играл, там, то его и проблема была, что там просто так, как он, никто не играет. Он все время помогает нападающим, практически четвертый нападающий. Ландес Коуп отвоевывает шайбу и только вмешательство Гарднера позволяет Диасу все-таки начать атаку своей команды, причем адресатом передачи опять Йоси и едут меняться защитники Воклэр и Зеггер. И опять положение вне игры. Арбитры определяют, назначают бросание в средней зоне, пять минут позади во втором периоде. 2-1 шведы впереди, 3-2 в их пользу по броскам, но сами видели, насколько тяжело швейцарцам пришлось в самом начале этого периода, когда две с половиной минут часу провели они в своей зоне. Прямо со старта этой встречи. Вот сейчас такую конструкцию 1-3-1 выстраивают в средней зоне швейцарцы. После этого энергичного начала нет у них сил атаковать соперника прямо в зоне. Видели там, сколько Фельд с шайбой катался, но вот в какой-то мере удалось шведам добиться своего. Они заставили соперника перестраиваться на более такую энергосберегающую модель. Вообще, когда сформировались четвертьфинальные пары, то сразу было понятно, что вот эта пара Швеция-Канада это скорее всего скрытый финал. Потому что действительно там две великолепные команды, которые отличную игру показывали на этом чемпионате. особенно вот Швеция с призом Сидинов, до этого это средненькая была. А канадцы все время играли в зору. Они же ни одного матча не проиграли ни в основное, ни в время, ни в дополнительное. Только по буллитам две встречи. В результате они не попали даже в полуфинал. Заняли в сумме пятое место. Конечно, так по результату можно сказать, что это неудача. Но с другой стороны, если так, философски, я думаю, что это очень полезный турнир был для вот этих молодых и таких нормальных там достаточно средних по возрасту, скажем так, канадских игроков. Ну, там, конечно, и Роби, да, играл такой, достаточно возрастной. Но, в принципе, я не думаю, что очень разочарован именно игрой Стив Айзерман. Результатом, да, пятое место, да, неудача, но в целом колоссальный опыт получили игроки сборной Канады. Проблема очередная у швейцарцев. В раздевалку отправляется Юлиан Валькер. Что там с ним произошло, я, честно говоря, проглядел. Мартин Гербер тут взял небольшую паузу, по трибунам покатилась волна. Нидеррайтер и Мозер пытаются закрыть борт, но все-таки проходит шайба, посланная Энрутом, доходит до партнеров и возвращается в зону швейцарцев. Опять Крунваль закрывает борт. Хенрик Сидин спинным мозгом чувствует призыве брата и находит его передачи не глядя. Нереально играет вот эти два брата, но я давно не видел такого взаимопонимания и вот такого контроля шайбы вдвоем не глядя, бросает куда надо, там человек находится. Ну и Крунваль понимает, что контратака здесь ему не грозит, просто четвертым нападающим тут участвует был у него момент, Гербер парировал и вот теперь опять это же ужас. Хенрик находит Даниэля за воротами, тот пытается шайбу на пятачок доставить, но там отчаянно швейцарцы просто вгрызаются в лед. Однако вот до шайбы добраться им не удается. Хенрик Сидин. Снова сколько они тут передач друг другу отдали? 5-6. Это просто невероятное что-то. Бросок поворотом и ложатся под шайбу швейцарцы пытаясь вот этой запредельной самоотверженностью компенсировать. Недостаток мастерства. Тайм-аут у нас очень кстати для швейцарцев. у нас два. Второй. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Полноценный тайм-аут ушел Абсолютно, даже он больше по времени же идет Вышла шайба из зоны Арбитры фиксируют это Вбрасывание в средней зоне сейчас будет Персон С Ландескугом и Ян Марсоном У шрицарцев Кунти с партнерами И Валькер вот в следующей паузе Вернется в игру Он стоит там На закруглении Ждет паузы в игре, чтобы Присоединиться к своим товарищам Какие-то проблемы с экипировкой По всей видимости возникли Неразрешимые в походных условиях И вот пришлось ему В раздевалку отправляться Нидеррайтер И Нидеррайтер это был А Симон Боденман Рвался к воротам И вот она Ошибка Холленштайн Не сумел сделать передачу Да, там всего-то На полметра надо было Под бросок Не отдал Ну вот проявил фирменную Швейцарскую цепкость Отобрал шайбу У забывшегося Шведа И едва острейший момент Поворот Энрота не возник Феликс Холленштайн Играл Также за сборную Швейцарии Его отец В 92-м году Когда Четвертое место Швейцарцы завоевали А вот Деннис Пошел Значительно дальше Смотрите Действительно помог Вот этот перерыв Команде Шона Симпсона Уже нет такого Тотального превосходства Шведов Более того Что-то начинает Получаться И у хоккеистов Швейцарской команды Ну а сейчас Средины выйдут И все И все вернется На круги Ну коня Они уже вышли Нет, просто Я думаю Что ты попросил Более агрессивно играть Именно в зоне соперника Не давать им Поднимать голову Пускай идем втроем Пускай обрезаемся Но по крайней мере Мы Ну не дадим Вот контролировать Шайбу Вот Нидеррайтер В ближний угол Ловит Энрот И смена Составов Это кстати Шайба Ты потерял Ландескок И так сразу На это обратили Внимание Действительно У него Подбили клюшку И опасный момент Шайбу Они не откатываются Среднюю зону Они сразу Атакуют Шведских игроков Владеющих шайбой И заставляют ошибаться Ну это Подножку Да Удаление Внизу это было Отдельно Вот видите В центр зоны Бегер Удаление 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 Играет музыка. Впереди по броскам. К этому моменту швейцарцы снова вырвались вперед. Кстати, 6-5 в их пользу. Две минуты в большинстве явно на форзу пошли команде Шона Симпсона. Поймала она свой ритм, угрожала воротам и могли, могли швейцарцы отыграться в точности. Не хватило Хенрик Сидиен. Тут своих партнеров каждого расставил. Мелочей не бывает. И выиграл вбрасывание. Как раз в ту точку, куда передвинул буквально на пару метров фельта. Даниэль Сидин забирается в зону по ближнему борту. Наброс на пятачок. Такой довольно коварный. Никак тут не мог по-другому Гербер сыграть. Только остановить шайбу щитком. Это и опасно. Луэриксон на линию огня выкатился и изменял направление полета шайбы. Но пришла она к Герберу. Даниэль Сидин. Один плюс пять. Статистика Хенрика Сидина. Три плюс четыре, по-моему. Смотри. Да, три плюс четыре стало после сегодняшней заброшенной шайбы. Но и с учетом того, что это четвертый матч, они играют. А по итогам трех из них оба Сидина вместе с Энрутом были признаны тремя лучшими игроками в своей команде на этом чемпионате мира. Вот я смотрю, как они, Сидина, играют. И вот Луи Эриксон с ними играет. Отличный мастер. И там все его очень ценные. Считает одним из самых недооцененных игроков НХЛ. Даже не только там шведов. А шведов одного из самых недооцененных. И вы знаете, вот шахматовым параллели. Вот есть же мастер. Есть там гроссмастер, гроссмейстер. Вот они, вот эти Сидины, они настоящие гроссмейстеры. Ну, еще там у нас же есть классификация мастер-спортной рейнер-классы. Ну, как бы можно, не только наши касатки. Вот, допустим, Луи Эриксон. Это мастер-спортной рейнер-классы, а вот эти два гроссмейстера приехали. Вот настолько они играют мощь. Они заслуженные мастера спорта. Нет, заслуженные мастера спорта. Они выиграли олимпийские игры. Это почетное звание. Оно не спортивное, оно почетное. А вот, допустим, шахмада, это такое вот. Уровень твоего мастерства. Гроссмейстер, большой мастер. Я думаю, можно сказать проще. Гений. Это же такая запальчиво-эмоциональная редукционная статья. Колонка одного из шведских журналистов была. Ну, и кто здесь еще считает братьев Сидинов переоцененными? Таких чуэцей, наверное, не осталось после того шоу, которое они устроили в бою. Это точно. Я говорю, что я их давно не видел. Но вот то, что они здесь показывают, для меня это высочайший уровень мастерства. Вот сравнить можно игру Малкина в прошлом году. Или Датсука, вот, допустим, в этом году, как он играл. А они вдвоем. Два таких. Сразу еще и взаимопонимание сумасшедшими. Не случайно Ванкувер самый стабильный клуб вот тут, канадский. Высоко стабильный. В далеком Эрдшольдсквике родились братья Сидины. Сами шведы для простоты этот город называют Эвиком. Удивительное дело, городок небольшой, но постоянно рождаются там легендарные фикисты. И перечисление всех может занять очень много эфирного времени. Назову троих. Братья Сидины и Петер Форсберг. Ну, типа Воскресенск, значит. Да, совершенно верно. Уроженцы этого города провели в НХЛ более двух с половиной тысяч матчей. Если ничего не путать. По-моему, даже больше. Я думаю, что больше. В принципе, ну или около этого, да, Сидины сыграли, допустим, около тысячи матчей. И Форсберг, ну что же, там травмирован был часто у него. Тысячи, может, нет. Да, 30 тысяч населения Эвика. Более пяти тысяч игр в НХЛ провели его жители. Еще Виктор Хедман. Уроженцы, да? Тобиас, Энстрюм, Никлас, Сундстрюм, Маркус Неслун. Все оттуда. Какая-то там Эвикская хоккейная аномалия присутствует. 3.40 у нас тем временем до конца второго периода. Вот так, в общем, выровнялась игра. Другое дело, что опять же здесь и на руку это в какой-то мере шведам. Уже они так не сильно устают. А и Б, вот опять же, начинают они вот играть в те же игры, что и с Финами. Уже держат шайбу в своей зоне. Они всячески сбивают темп и сбивают вот этот сумасшедший запредельный настрой сопернику. Но, с другой стороны, расслабляться-то тут нельзя. Вот, пожалуйста, добился своего Боденман. За шайбу зацепился. И теперь его звено тут начинает кружить во владениях. Энрута Холленштайн. Ну что, за это две минуты? О-о-о. За задетку соперника Холленштайн получает две минуты. Константин Оленин. Давайте посмотрим повтор. И там-то, конечно, он прихватил, но на две минуты. Ну... Шлагбаум-то на пути. Янмарсонон. Он в него въехал просто, и все. Подтолкнул, да. Ну, клюшку поставил. За счет массы тела он, видишь, сразу его наклонил вперед. Он там коньком в лед въехал. Так, конечно, в каком-то матче за это надо давать. Йоси, Диас, Мозер и плюс защищаются у швейцарцев. Пятерку шведов, думаю, вы и сами угадаете с одного раза. Я скажу так. Было бы неплохо, если бы шведы не забили этот гол. Не потому что я против них там явно болею. Явно болею. Потому что тогда это там недовольны будут все поклонники швейцарской сборной. И президент Международной Федерации Хоккея. Ну, тут я не так уверен в этом. Сам в прошлом суде. Да, не, ну просто реально так. Он понимает, что и серебро для Швейцарии это круто. Если тут сейчас сразу, чтобы и золото было, и требовать это, может быть, пока и не надо. Ну, выиграют швейцар. Но, с другой стороны, хоккей не фигурное катание. Здесь в услуге лет не приветствуется. И очередь на пьедестал. Такое понятие крайне относительное. 40 секунд еще. Сборная Швейцарии должна продержаться в меньшинстве. Сменилась бригада большинства у шведов. Франсон доставляет шайбу в зону атаки. Ландескоп падает. Франсон и Адмарсон, заработавшие за удаление прострелов вдоль ворот, а может быть и бросок с нулевого практически угла в расчете на рикошет. Ну, если вы так вот относите, то это вряд ли, да. Но вот опять же посмотрел, как Рокби забивал шайбу. Ну, вот с угла с такого бросает и забивает зрячий бросает. Потому что снайпер. Потому что 90% бросков. Вот Аттави такой гол забил. Вот этот пет-трик и один из голов такой. Эх, не увидел швейцарец, владевший шайбой, что выходит. Там партнер со скамейки запасных. Фюрер ближний, хотя... Мог и скинуть. Да, ставить мог. Мог. Бросок поворотом. Гербер игру не останавливает. Отбрасывает Фюреру. Вот ближнему партнеру и плохую передачу. Будь Тортберг пожестче, там... Стряхнули бы плюс очень серьезно. Не плюс, а Амбюля. Жалуются швейцарские коллеги, что не слышат его в Женеве. Когда он говорит, прямое включение запланировано на весь мир. Швейцарцы неответственно подошли к освещению финального матча с участием своей команды. Ну что же, второй период у нас закончен. 2-1 на табло. Шведы продолжают лидировать. Но если оценивать итоги периода более глобально, то, наверное, это, мягко говоря, не самое худшее, что могло произойти со швейцарцами в этой 20 минутке. Особенно учитывая то, как она для них началась. Это точно. Но и потом эти удаления у них, они все равно будут еще и у шведов. Так что у них шансик будет. Да. Швейцарцам удалось выровнять игру. В середине второго периода швейцарцы продемонстрировали потенциал в большинстве. И, что очень важно, швейцарцы два раза в меньшинстве сумели отбиться. Что ж, продолжение следует. Оставайтесь с нами. Полторы минуты остается до начала третьего периода финального матча чемпионата мира по хоккею между сборными Швейцарии и Швеции. 2-1. Счет первого периода на табло. Во второй 20 минутке шайб заброшены не было. Хотя предпосылки все к тому были. Но не сумели шведы использовать численное преимущество. Собственно, и швейцарцы имели возможность поиграть в большинстве. И также не сумели ее реализовать. Но, тем не менее, главное они сделали. Главное в том периоде, когда была у них дальняя скамейка, они выдержали это испытание. В испытании звена братьев Сидинов, которые так перморт точечно бросал в бой в те моменты, когда нужно было поддавить, поднажать. И сохраняют хорошие шансы на победу. Минимальное отставание. Ничто для команды Шона Симпсона. Кстати, помните момент, когда во время первой рекламы общался Шон Симпсон со своей командой, проводил собрание. Ключевыми словами были после вот этой смены Сидинов у чужих ворот. Парни, мы не играем достаточно хорошо. Это не то, как мы планировали играть. И помогло, как ни странно, действительно вот с этого момента, с этого коммерческого тайм-аута, швейцарцы так потихонечку-потихонечку стали отодвигать игру от своих ворот. И стали чаще доставлять неприятности сопернику у чужих. Сергей Наильевич, какие у вас предчувствия перед заключительной 20-ти минуткой? Отступать некуда. Позади Берн. Ну, вся Швейцария, там Берн-то не прямо там самый главный город, столица. И Женева, и Цюрих, и Клатен, и Луган. Не, ну просто действительно сейчас, я думаю, прибавят и очень сильно прибавят. По опросу одной из швейцарских газет, 86% населения страны верят в то, что сборная Швейцарии завоюет в звании чемпионов мира. Когда эту информацию сообщили генеральному менеджеру шведской команды, Грагу Поповичу, он задумался, потом сказал. Вы знаете, у меня есть информация, что по опросу нашей шведской газеты 87% населения нашей страны верят в нашу победу. Вот и все, что я могу сказать по поводу этих 86%. Ну что же, пока шведы действительно ведут. Персон по воздуху засылает шайбу к чужим воротам. Блюм разворачивается. Но тут Ялмарсон его активно прессингует. И шайбу отбирает у Блюма. И приходится здесь Зегеру прилечь на лед. А что же с Воклером случилось, с которым обычно появляется на льду капитан швейцарской команды. Но может быть здесь, раз вот эту не слишком стабильную связку фон Юнтон-Блюм решил Шон Симпсон разбить и перейти на игру в 7 защитников. И просто Зегер будет выходить с Воклером и с Блюмом в какие-то моменты на лед. Посмотрим. Но есть еще и Йоси с Диасом. Два инхэлловских игрока, собственно, два единственных игрока из-за океана в составе швейцарской команды. Линдберг. Римми Эриксон. Снова Линдберг. Бросок по воротам. И от клюшки собственного игрока шайба полетела в Гербера. Но позицию он занял верно. На синюю линию. Густавсон. Створк не попал. И вот здесь Кунти. Францена атакует. Холленштайн приходит на помощь партнеру. Владели шайбы. Швейцарцы скрытый пас. Делал Кунти на партнера, но скрыл его недостаточно. Сури зарабатывает две минуты для своей команды. Атака игрока не владеющего шайбы. Их определена арбитрами. Его второй раз в этом матче сборная Швейцарии. Получает численное преимущество. Юхан Франсон катится на скамейку штрафников. Диас и Йосифа. Диас и Йосифа. Диас и Йосифа. Диас. Ворот придется швейцарцам эту атаку начинать. Диас и Йосифа на синей линии. Гарднер, Анбюль. И как раз заработавший этот штраф Сури. У них на льду. В зону удается забраться. Бросок неудобный. Но подбор за швейцарцами останется. Диас по борту. Гарднер не думал, что это будет шайба ему адресована. Вот сейчас бросок. Энрот перемещается и отбивает шайбу. Посланную Диасом очень технично в угол площадки. Там Сидин. Не сумел шайбу одобрать соперника. Йосифа захлопывает калитку. Энрот здорово перемещается. Вообще очень подвижный вратарь. Он небольшой. И поэтому недостаток габаритов этой густротой и чтением игры. Приходится ему компенсировать. И блестяще это удается. Так он практически на линии играет. Вот в такие моменты, когда вот переводы. Поэтому ему далеко не надо перемещаться. Блинденбахер в расчете на то, что плюсу удастся подкорректировать направление полета шайбы. Но нет. Очень неплохо шайбу швейцарцы контролируют. И моменты создают и во втором своем большинстве в этом матче. Но вот пока реализовать не удается. Через 28 секунд шведы будут играть в полном составе. Можно играть. Не покинула шайба пределы зоны. Фюрер. Но тут несколько бесхитростно. Про ничего не оставалось. Ему отдавать-то некуда уже было. Да, и подкатывался к нему Луи Эриксон. Могло здесь все закончиться обрезом и контратакой. Фюрер. Добивание. Нет. Энрод шайбу не зафиксировал. Но и добить ее швейцарцы не сумели. Выстояли. Шведы в меньшинстве. Четыре секунды до появления на льду пятого полевого у них в полном составе. Очередная швейцарская атака. Бросок с острого угла. И выронил шайбу из ловушки. Энрод не зафиксировал ее. Там прокатилась она вдоль ворот в опасной близости от стойки. Вздохнули. Трибуны. Ну а затем и выдохнули. Опасность прошла стороной. Пятая минута. Третьего периода заканчивается. Валькер. Пас на пятачок. Там Тракслер в борьбе с Густавсоном не мог что-то придумать. Густавсон у Тракслера шайбу отбирает. И пробрасываются шведы. Хотя мог отдать передачу. Там партнер был свободен. Но тоже там навозили его же. Да. Вот после броска Тракслера шайба едва из ловушки. Могла. Энрод не упала в ворота. Кунти с Боденманом и Холленштайном на площадке у швейцарцев. И показывают арбитры, что от швейцарцев. Шайба покидает пределы площадки. Выносят бросование в среднюю зону. Петерсон, Даниэльсон и Йоэль Лунквит. Чемпион мира 2006 года как раз состоят в сборной Швеции. Петерсон. И вот сейчас есть достаточно пространства, чтобы развернуть эту контратаку швейцарцам. Оставляют Холленштайн. Он чуть-чуть замешкался. Все, но уже два в один бегут шведы. Йоэль Лунквит и Гербер свою команду спасают. Опасная контратакка у шведов. Да, швейцарцы по своей привычке с защитниками понеслись вперед. А, что делать? Шайбу Холленштайн передержал. И вот поэтому получился такой опасный контр-выпад шведов. Турер. Складывает шайбу в крюк Амбелю. Тот дальше забрасывает ее в чужую зону. Гарднер за воротами пытается, используя мощь, выкатить на пятак. Но проходит туда передача. Правда, Амбелю бросить не дает. Еще один наброс. Здесь тросок с острого угла. В створ ворот не попадает Гарднер. Но вот, пожалуйста, массированная позиционная атака. Швейцарская сборная. Уже шведы тут пытаются на контратаку действовать. Был Эриксон. Не слишком расторопного фюрера Абакрауна. Тут Блинденбахер. Однако Ландескук приходит на помощь Эриксону. И не стесняясь среднюю зону. А что? Боялся рисковать за спиной. Был игрок. Там сейчас поедешь подключаться. Перехват и все. И провалился тут. Гербер на Мозера. Нидеррайтер. Наверное, мог бы включиться чуть-чуть Нидеррайтер под эту передачу. Может быть, он просто не был уверен в том, что партнер сумеет исполнить. А тут Ландескук отбирает шайбу. И запихивает ее Янбарсон в ворота. 3-1. То, о чем в перерыве обсуждали, что сейчас контратака шведов. И что-то может сильно поменяться. Так и получилось. То есть, Гербер не видел, куда шайба отскочила. Как-то он сыграл здорово против Ландескука. Да, бросок Ландескука парировал. Но Янбарсон не выключился из эпизода. И забросил свою вторую шайбу на этом турнире. Но как же так вот здесь вот флэр? Начудил. Видите, шайба рядом с щитком Гербера лежала. А Клюш вот подъехал же Сигер. И наверху держал место, чтобы помочь вратарю. А уже когда увидел ее, там уже добивал Фермунсу. Ну что же, бурная радость. На шведской скамейке запасной. А как радует Сидина-то, это же, да? Это, наверное, в таком матче очень важная шайба. АПЛОДИСМЕНТЫ 7 минут 24 секунды сыграны в третьем периоде матчей между сборными Швейцарии и Швеции в финале Чемпионата мира 2013. Совсем недавно Симон Янбарсон забросил третью шайбу. А у ворота Гербера Габриэль Ландескук зарабатывает балл за результативность и преимущество шведов достигает двух шайб. Янбарсон, нападающий Линчопинга. Игрок ударного звена этой команды, которая в регулярном чемпионате была самой результативной тройкой всего шведского перенства. Но по разным причинам не удалось Перу Морту в сборной на этом чемпионате использовать ее в полном объеме. Там один из игроков очень не вовремя отъехал в национальную хоккейную лигу. Ну, сейчас сидит на банке в Бостоне, не принимает участия в серии плей-офф, в то время как его партнер забрасывает в третьем периоде финального матча шайбу, которая вполне может стать решающей. Да, действительно, это сейчас намного сложнее будет швейцарцем. Эмоционально прежде всего. Фюрер на Блинденбахера делает передачу. Энрод вмешивается в развитие событий, опережая настырного культе, который был бы в противном случае на шайбе первой. Лунквист достается тут Лунквисту. И вот сейчас, наверное, можно сказать, что и пожалел арбитр швейцарцев. Высоковато локти Холлинштайн поднимал в этой борьбе. Выходит шайба из зоны. Воклэр чудовищную ошибку на своей синей линии допустил. Ответил отчасти Лундескук на вопрос, чем он так хорош. Нет. На его месте мог оказаться любой. Ну, поборолся здорово, да. Но опять же он же не забил. Если бы он отобрал, забил, тогда бы еще подумал. Гарднер против Торнберга. Борьба в углу площадки. Торнберг падает. Но тут уже Громберг Гарднера сминает. Но вот у Торнберга тут нервишки начинают пошаливать. Так наелся он в этой борьбе у борта, что сейчас зацепился за Рето Сури. Потому что пытался что-то нащупать у него на лице. 200 евро стоит билет на 17 ряда практически до второго яруса. Это внизу 400. Вот на сегодняшний, только на финальный матч надеюсь. Вбрасывание в зоне шведской команды. Оскар Линдберг с партнерами на льду. А вот после того, как счет встал 3-1, вообще седины на льду появлялись интересно? Да, да. Такое впечатление, что вот опять, и мы видели похожую ситуацию в игре с Финляндией. Сейчас наступает время вот сдерживающих троек, и играют они. Больше оседины свое дело сделали. И пока со стороны наблюдает. Кстати, они свое дело-то не до конца сделали. Да, неважный гол забили, безусловно. Может быть, он и переломный был. Но так-то они михроматч 0-1 горят. Они были на поле, когда пропустили первые шайбы. Тракслер все-таки не сумел у Юэля Лунквиста вбрасывание выиграть. Ландес Кок. Снова воздухом, воздухом, чтобы шайба летела дольше, чтобы было пространство набрать скорость и успеть завязать борьбу в углу площадки. Но не преуспел в ней. Не, Ландес Кок сегодня очень старается. Мы, опять же, там не отмечаемый сердцу по старанию, да, но он же написал в интервью, что в нем мечта, вот, чтобы встреча была с королем в Швеции. Вот все для этого делает. Да. В полупериоде от исполнения этой мечты, ну, по крайней мере, от выполнения своих обязательств по этому вопросу, кто знает, найдутся ли у шведского короля что-то более важные дела. Нет, я думаю, встреча такая будет. Это, это Швеция, здесь все нормально. Густавсон. Ну вот, сейчас Хенрик Сидин появляется на льду, Луи Эриксон. Вот и Даниэль Сидин прибывает. Бросок с отрицательного угла, но, опять же, так славно Энруд перемещался и, не делая резких движений, шансов сопернику отличиться не дал. Холинштайн. Ну вот, Сидин и на льду-то для тех. Да, да, да. Выстрелили у него ноги, слишком крутой, а вираж закладывал Холинштайн, пытаясь вырулить на пятачок, и потерял он равновесие. Вот продолжают швейцарцы отчаянно сражаться, но вот прежней страсти в их действиях нет. Да, как куда вот, это же такой напор был, ну, сейчас, 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 а тут раз, и так вот, как выражение у нас, и охладили их. Нет, не удается Зегеру сохранить жизнь этой швейцарской атаки, приходится отступать, и опять Воклэр, а абы куда, поплыл в третьем периоде третий номер швейцарской команды. Вот в Донецком, в Донбассе может оказаться чемпион мира и Швеции. Он там уже есть, но просто еще не чемпионы мира пока, шведы. Кстати, вот опять же, многое говорилось о том, каким образом не слишком мощная швейцарская оборона сдерживает натиск соперника. Ну, собственно, шведы обнажили вот эту проблему в эпизоде с первой заброшенной шайбой. Там просто смял Петерсон с партнером всю швейцарскую оборону, и в итоге подключившийся Густовсон уже беспомерно. Нет, Петерсон как раз так развернул Фюрера, что тот вообще в стороне оказался, его не хватило при добивании. За счет своего быстрого катания реактивного. Линдвер. Петерсон забросал поворотом. Ну вот, 4-3. И нет. Забираются в положение вне игры, но тоже в звенье вот этой моральной усталости. И сейчас вот эту рекламу Шон Симпсон посвятит реанимации своей команды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 7 минут 19 секунд до конца третьего периода. Матчи между сборными Швейцарии и Швеции в финале чемпионата мира 2013-3-1. Шведы впереди. Хакисидины у них на льду при поддержке Луи Эриксона. Бросок поворотом Энрот в игре. Мидеррайтер обозначает свое присутствие на витачке. 12500 аншлаг под занавес. Ну, этого следовало ожидать. Ну, все билеты проданы, это точно. Когда твоя сборная играет в финале чемпионата мира, ему 200 евро это не деньги. 200 это наверху, но вот где мы примерно сидим с вами. А мы сидим в ряду на тридцатом, если уж. Выиграли шведы вбрасывание на своей синей линии. Ну, вот удержание соперника шведы тут проводят бесподобно. Опять же, благодаря тому, что седины могут кататься с шайбой по чужой зоне сколько угодно. И благодаря тому, что сохранили силы на финальной отрезке. И вот игроки второго эшелона шведской команды. Ландеску. Тоже тут возит кунте, не давая ему приблизиться к шайбе. Кронваль, бросок. Линдберг переправлял. В сторону отворот шайба полетела. Персон. Прихватывает его соперник за свитер. И... Ничего по этому поводу арбитры. Ну, борьба должна быть до конца сейчас. Не то, что там... Ну, две минуты дашь, и... Просто ажиотаж спадет. Нет, нет. Надо, надо, чтобы до конца бились. Чтобы это действительно в напряжении болельщики были. Шторнберг на Боденмана полетел. Пусть и вскользь, но все-таки ударил соперника. 5.38. Время бежит. Бросок Бибера заблокирован. Ну, вот, похожий эпизод теперь на противоположном конце площадки. Не сказали там А, здесь Б говорить тоже не надо. Не дают арбитры свисток. К тому же в рукопашный пытается с Крунвелем сойтись Зеггер. Два капитана очень недовольны действиями друг друга. Воклэр. Мощи не хватает, чтобы поставить корпус и выкатить вот на этот вираж, на пятак. Плюс. Снова Воклэр. Вот, Громберг останавливает Крунвель. Но все-таки выскакивает шайба на пятачок. Вот это швейцарцы. Энрик Сидин, тут Луэриксон разбираются на входе в зону. Не попадает вложение вне игры. Тончайшая передача и от конька. Эриксон и шайба попадает в ворот. Арбитр показывает, что едет он смотреть видеоповтор. А тут травму получил Дуэрик Сидин. Вот возле борта пинали там конька, что ли? Тогда он призывал шайбу. Чешский арбитр Ярабик отправляется на консультацию с видеогол-судьей. Тут уже от ноги Эриксона шайбы влетали в ворот соперников на этой чемпионате Луэриксона, я имею в виду. Чуть ли не от экипировки. Так, смотреть на брос. А что тут? Ну, от ноги тут залетело, но давайте посмотрим. Я как раз просто, давайте, посмотрел на коньки, ну и что? Засчитают. Чистый гол. Ну, конечно, должно засчитать. Все-таки Гербер не так надежен был сегодня. Ну, вот опять же, сумели вывести его шведы из равновесия в первом периоде. И вот минутой ранее поехал он на борт бороться за шайбу в тот момент, когда туда уже швед катил и видел прекрасно Гербер, что вот он там в роли полевого игрока будет выступать. Смотрим, что здесь произошло. О-о-о-о! Это... Там эту вот голову отрывать надо. Человек, который стоит на коллекции. Это... Ну, я думаю, что там так не смертельно, но это ребра там, скорее всего. Или рука. Посмотрим, что мы повторили. Решение принято и указывает арбитр на центр поля. Не сомневаюсь я в этом ни секунды. Луи Эриксон очередной мусорный гол записывает на свой счет. И снова... Хендрик Сидин. Свояка. Практически закатывает. Но вот не успел Гербер перехватить шайбу. И рикошетом залетела она в ворота. 4-1. Празднование начинают на трибунах. Эриксон. Десятый очко. За результативность набирает его пятая шайба на этом турнире. До приезда Сидинов. 8 бросков к поворотам значилось у него в статистике. И что-то вроде гола и передачи. Матча против Норвегии есть. Ну да ладно. 4 минуты и удаление будет сейчас в составе шведской команды. За задержку соперника клюшкой. Швейцарцы будут сейчас шестером пытаться сначала что-то придумать. Если это не получится, то уже 5 минут 4. 3.40 до конца. Входят в зону. Пас на пятачок. И нет! Так он не забил сейчас. Еще одно, а это одно удаление. Да там просто уже столпотворение было настоящее перед воротами шведской сборной. И в шайбе деваться было некуда. Здорово Йоси прокатился. Видите, металась она тут. И дальше Сури. Видите, в конек. Конек Толиндеру угодил. Никлас Персон на скамейку штрафников отправляется. Швейцарцы продолжают играть шестером. Гербер в ворота не возвращается. Но тут чуть проще будет шведам. Могут они пытаться поразить ворота, не боясь проброса. Гарднеру дается протолкнуть шайбу в направлении лицевого борта. Где его партнеры едва эту шайбу не выгрызают. И вот, пожалуйста, 5-1. Все, шведы уверят, что победа от них никуда не денется. Они пляшут там всей скамейкой. И очень жалеет Персон, что не может присоединиться к этому ликованию, поскольку он там. Он за стеклом. Ну, еще успеется. Еще финальной сирена будет, когда они поражутся. Опять Хенрик Сидин забил. Пример Миницын сидит, а Принк ушел. Возвольное награждение. Да, это Хенрик Сидин. Забрасывает свою вторую шайбу. Плюс-минус улучшил. Да. Четвертая заброшенная шайба и 4 гилевых передачи. У него сегодня 2 плюс 1, значит 5 гилевых передач. И вот он, кубок. За победу в чемпионате мира. Ну что же. Каждый путь длиной в несколько тысяч километров начинается с маленького первого шага. Самое сложное в достижении вершины – это последний шаг на нее. И этот шаг сборная Швейцарии, к сожалению, для своих поклонников сделать не смогла. Мастерство Сидина. Опыт тренерского штаба шведской сборной. Опыт отдельных игроков, для которых это отнюдь не первое. Испытание международным хоккеем, в конце концов, сыграло свою решающую роль. Счет не должен никоим образом вводить в заблуждение. Швейцарцы сражались очень достойно. И не будь повороток шведской сборной Энрута, кто знает, как бы повернулась эта игра. Ну вот, кстати, мы сказали про отличную игру Швейцарии, про очень сильную команду Швеции в прошлом году. Так они же и в Братиславе же в финале проиграли. И причем они до финала-то шли там явно и фавориты. Вообще беспросветно они всех обыгрывали. Но в итоге получили 1-6 от Швейцарии. Ну вот там 0-5 в третий период был, когда там лучший вратарь чемпионата просто... Ну лучший игрок чемпионата просто ужасно сыграл. Вратари подвели свою команду и в прошлом году, и как раз вот к этой атакующей машине Пэра Морца срочно требовалось приделать недостающие оборонительные детали. Вот делал ставку на голкиперов прекрасно знакомых ему по выступлениям молодежной сборной. И Маркстрём, и Энрод как раз выросли на глазах у Пэра Морца. Положился он на них, и эта ставка сыграла. Причем предстояло ему сделать непростой выбор еще и между этими двумя голкиперами. Их выбор пал, наверное, на более опытного и на более разностороннего что ли вратаря. Плюс действительно изменилось несколько моделей игры. Шведы заняли последнее место на этапе Евротура, но как раз вот на этом полигоне и оттачивали. Свою оборону, причем перетряхнул-то ее основательно. Пэр Морц перед началом. Если вот нападающие, которые выступали на последнем этапе Евротура, там всего-то двух человек отцепил, то защита поменялась очень серьезно. То есть здесь вопрос был в том, чтобы и нападающие шведской команды наилучшим образом принимали участие в оборонительных действиях. Ну что, корония братьев Сиддинов. Кэбди достает одного алмаза. Это Кубка Стэнли. В финал они уже попадали. Олимпийские игры выигрывали. Звание чемпионов мира от них никуда не денется. Ну вот, Банкувер выиграет в ближайшее время Кубок Стэнли будет невероятно тяжело. Ну, может, и не останутся они в Банкувере. Ну что же, аликует шведская публика. На ее глазах рушится одно из старейших проклятий мирового хоккея. Сборная Швейцарии спустя 50 лет завоевывает медали чемпионата мира в элитном дивизионе. Были победы во втором, но это все немного не то. Последний раз команда хозяин чемпионата побеждала на своем льду в далеком 1986 году. Да, было достаточно турниров, которые принимали команды, которые при всем желании не могли бороться за золото мировых первенств. Но, тем не менее, и Россия на своем льду дважды отступилась. И канадцы в веке в год-столетие хоккея проиграли нам в драматичном финале. Ну, с другой стороны, и Прага в 2015 году есть, и Москва, Питер в 2016. Так что там... Начинается новая эра хозяйских побед. Возможно. Сейчас. Ну, финал проходит. Финал проходит в Стокгольме. Ну, вот, да. Чтобы повысить шансы в вашей команде, пришлось двум странам два года подряд. Ох ты! Золотые шлемы тут заготовили. Хоккеисты шведской сборной. Обычные там бейсболочки, да, а тут раз и золотой шлем. А чего мелочиться? Конечно. Ну, тем более, так не так-то он и дорого стоит. В чемпионате в Финляндии золотой шлем носит лучший бомбардир каждой команды. Но вот теперь все лучшие. Золотая команда сборной Швеции. Спустя семь лет они становятся чемпионами мира, остановив все-таки швейцарскую машину. Швейцарскую крашеную машину на последнем этапе. 5-1. Сборная Швеции. Чемпион мира 2013 года. Поздравляем среди прочих. Алексей Пешнина, нашего редактора, который болеет за сборную Швеции давно. И он-то этой победы тоже заждался. Тут уже сил на празднование нет. После пятой шайбы так шведы оттальцевали. На своей скамейке запасных швейцарцы расстроены, конечно, даже вот в этот момент. Шон Тимпсон что-то объясняет Биберу на будущее. Может быть, призывает не унывать. Может быть, пытается сказать, что если мы будем продолжать действовать так и дальше на каждом турнире, такие финалы станут для нас привычными. И рано или поздно мы завоюем золото. Ну что же, сейчас у нас будет церемония награждения. Пока еще раз вспомним тех игроков, которые принесли шведской сборной эту победу. Хенрик Сидин сейчас в интервью национального телевидения дает интервью прямо со льда. И вот эта шайба стала победной, заброшенной еще в первом периоде. Так что, как ни крути, Сидины свою задачу выполнили. Они вывели свою команду вперед. Они использовали первое же большинство. И успокоили партнеров, которые вполне-вполне могли дрогнуть под этим швейцарским прессингом на старте. Итак, заявка шведской команды на этот турнир. Йонас Энрут, Стафан Крунвель, Хенрик Талиндер, Петер Гронберг, Юхан Франсон, Симон Ялмарсон, Фредрик Петерсон, Оскар Линдберг, Калли Ернкрук, Джоэль Лунквист, чемпион 2006 года. Вот она, связь времен действия. Луи Эриксон, Даниэль Сидин, Никлас Персон, Александр Эдлер, который тут провел полтора матча. Но, тем не менее, был он в составе этой команды. Якуб Маркстрюм, Ими Эриксон, Дик Аксельсон, Эрик Густавсон, Хенрик Сидин, Юхан Густавсон, Никлас Даниэльсон, Мартин Торберг, Элиас Фельд, Андреас Ямтин и Габриэль Лундескук. Главный тренер команды Пермортс, в карьере которого было огромное количество серебра. Огромного. Он завоевывал его, будучи игроком, будучи наставником юниорской сборной, молодежной сборной Швеции. Но уходил вот как раз он в систему сборных с золотом, завоеванным в элит серии с ХВ-71, если не ошибаюсь. Он же причастен к олимпийской победе в Лилихамере. Он тогда работал в тренерском штабе шведской сборной. И вот теперь самостоятельно выиграно домашнее первенство. Сколько критики пришлось ему выслушать. И вот теперь он всем все доказал. Его взгляды на хоккей. Да, действительно. И с первых же матча, когда он возглавил, вот с первых дней, когда возглавил сборную Швеции, хоккей-то, кстати, очень интересный был. Но вот как раз вы правильно Роман сказали. Вот результата не было, и давление на него было очень приличное. А ведь они выиграют еще последний этап Евротура, и причем так здорово играли на самом деле. Но, с другой стороны, вы сегодня фразу сказали такую очень важную, которую прочитали в Твиттере. Спасибо, Сан-Хосе. Все-таки именно я еще раз считаю, что, ну и все, но и сейчас, тем более, после этого матча считают, что спритный финал был все равно четвертьфинал Канада и Швеция. Это действительно матч равных соперников. По булитам выиграли шведы, но... Но смешала все эти карты кто? Сборная Швейцарии, которая блестяще прошла групповой турнир, не потерпев ни единого поражения. Собственно, первая состоялась в финале. Еще раз повторю, итоговый счет не должен вводить в заблуждение шведам. Пришлось выкладываться на всю катушку в этом финале. Юна Сенеров, лучший игрок в сборной Швеции. По итогам этой игры Лука Культи в составе швейцарской команды. И давайте посмотрим, кто ковал. Вот это триумф швейцарского хоккея. Первые медали за 50 последних лет. За 60! В 53-м году последний раз это было. Жульен Воклер, Северин Блинденбахер, Андрес Амбюль, Лука Культи, Рафаэль Диаз, Тибо Мане, Рето Бера, Нино Нидеррайтер. Который сделал огромный шаг к воскресению своей карьеры. Симон Боденман, Рето Сури, Мартин Гербер, Мартин Плюс, Матиас Зегер, Морис Тракслер, Матиас Бибер, Райан Гарднер, Филипп Фюрер, Эрик Блюм, Денис Холлинштайн, Патрик фон Гюнтен, Симон Мозер, Роман Йоси, Робин Гроссман и Джулиан Валькер. Главный тренер швейцарской команды Шон Симсон и сейчас отмечают арбитров, которые работали на этой встрече. Рене Фазель лично вышел, президент Международной Федерации Хоккея, лично вышел награждать коллег по профессии. Ну и мы очень рады, что в финале работал Константин Оленин, отработала отлично. И я не думаю, что какие-то вопросы есть, но очень приятно, что российский орбит наконец-то обслуживал финальный матч. Отработал последователь, это вот главное. Антонин Ярабик, Константин Оленин, Иван Дидюля и Джесс Уилмот получили свою порцию поздравлений и почестей. И есть у нас MVP. Лучшие игроки этого чемпионата по версии журналистов, пишущей прессы, самым ценным игроком этого чемпионата становится Роман Йоси, который открыл счет в сегодняшней встрече, который, будучи защитником, стал самым результативным игроком в составе своей команды Сенсации, который был хорош, действительно. Дальше. Команда всех звезд по версии журналистов, работавших на этом турнире. Давайте мы их всех перечислим, а потом уже будем говорить о чем-то своем. Но сначала будут здесь честовать игроков швейцарской команды, которые завоевали серебряные медали. Будут честовать Шона Симпсона, который на четвертый год своей работой в национальной команде довел ее до пьедестала. Но, кстати, Шон Симпсон пошумел еще и на молодежном чемпионате мира, когда опередив финнов швейцарцы прорвались в четвертьфинал. И во многом вот эта командировка в молодежную сборную помогла Шону Симпсону тоже какие-то свои взгляды на хоккей пересмотреть. Три года швейцарцы разбивали себе лбы в столкновениях с сильнейшими командой планеты, пытаясь играть с ними с позиции силы, пытаясь играть против них в такой атакующий хоккей. Но запал. Команды к концу турнира иссякал неизменно. И вспомните там полу... нет, четвертьфинал против Германии в 2010 году. Когда 0-1 швейцарцы проиграли. Хотя, в общем, все козыри были на лицо, но и немцы тогда были чудо как хороши на домашнем перенесе. В Швейцарии чемпионат мира бы провести в ближайшее время. Вот на этой волне. Ну да ладно. Итак, игроки сборной Швейцарии получают свои серебряные медали, которыми по праву могут гордиться. Знаете, так часто бывает, когда получая серебро, спортсмены снимают их тут же. 15-й, со-рекордный чемпионат в карьере капитана швейцарцев Матиаса Зегера. Увенчался завоеванием серебра, которое вполне себе золотым отливом. Это серебро вполне можно назвать белым золотом. Швейцарии и болельщики этой команды... Я не знаю. Мне все-таки кажется, все равно счастливее, чем даже шведы, которые сейчас получат золотом. Ну, сейчас-то, наверное, нет. Но они вчера же были какие счастливые, как сборная Швейцарии радовалась тому, что они попали в финал. Как говорится, может, это излишняя радость была. Но, с другой стороны, действительно, они вообще не понимают... Как мне кажется, они не понимают, насколько вот высоко они взошли этой серебро. И, тем более, теперь еще вершина близка. И с такой командой можно будет и дальше идти. Да, говорили мы о том, что резервы-то огромные. Огромные. У них, вот посмотрите, все эти юниорские и молодежные команды, они все время там в шестерку ходят. И эта команда, по большому счету, это пятая команда в Европе. В пятерку большую Европу вошла вот именно вчера, сегодня. Теперь уже никто не сможет смотреть на них. Плюс есть еще девять железных кандидатов в национальную команду. Некоторые из них сейчас задействованы в флоев национальной хоккейной лиги. Так что Швейцария, может быть, и напрасно перед Сочи блеснула так ярко, потому что уже все будут готовиться. Команде Шона Симпсона понимаешь, что это было неспроста. Колин Мюллер, Патрик Фишер, Петер Лухти, Марсель Энкерли, Жан-Клод Кутель, Бенуа Понт и Александр Келлер. Входят в тренерский штаб швейцарской сборной. И здесь, наверное, уместно вспомнить и Ральфа Крюгера, который очень много сделал для швейцарского хоккея в свое время. Но он вывел так по-настоящему Швейцарию в элиту и закрепил ее там. И не случайно сейчас Ральф Крюгер работал в национальной хоккейной лиге минувший сезон в роли главного тренера Эдмонтона. Ну и главное, там же Крюгер еще огромную роль сыграл в том, что вот национальная программа была принята. И он один из тех, кто жестко следил за то, чтобы выполнял их все. Потому что программу зачастую принимают, а так это на бумаге она есть, на деле нет. А вот реальная именно такая вот программа. И очень серьезных денег она при этом стоила. Не какие-то там вот заявления бумажные или там словесные. Ну и кроме всего прочего, Крюгер очень жестко отстаивал интерес национальной команды и позиционировал ее правильно. С игроками, которые позволяли себе пренебрежительное отношение к сборной, расставались без сожалений. И там долгие годы Реттофон Аркс, один из самых талантливых хоккеистов в истории швейцарского хоккея, за сборную не играл как раз из-за конфликта с Крюгер. Но вот была выстроена эта система. И сейчас любой хоккеист швейцарской лиги, одной из самых зрелищных и самого посещаемого чемпионата в Европе, мечтает надеть вот этот красный свитер с белым крестом. Памятный знак ИХФ и кубок за серебро получает капитан швейцарской команды Матиас Сегер. И сейчас время чемпионов. Принц Даниэль, его королевское высочество, принимает участие в церемонии награждения игроков шведской команды с золотыми медалями. Жак Роге, это серьезный вот такой шаг, тем более в преддверии Олимпийских игр. Это здорово. Сборная Швеции провозглашается чемпионом мира. А тем временем королевские гвардейцы выносят флаги стран-призеров этого первенства. Напомню, что в первом матче сегодняшнего игрового дня в серии булитов сборная США вырвала бронзовые медали у команды Финляндии. Причем судьбу этой встречи в булитной серии решили два тинейджера. Алекс Гальченюк, реализовавший две послематчевые попытки. Джон Гибсон, вратарь американской команды, который играл в этом плей-офф и набирался международного опыта. Кто знает, будет ли он востребован в Сочи. Но дальше, если удастся, там, Кубок мира собираются возобновлять. Кто знает, что как раз на этом Кубке мира 2016 года он планирован. Вот мы увидим Джона Гибсона в воротах в Соединенных Штатах Америки и уже не будем удивляться, откуда берутся молодые талантливые игроки. Они ограняются вот на таких турнирах из года в год. Мы видим, что Даниэль Сидинова сейчас показали, несмотря на боль. Он понимает, ну все, когда он закончится, сейчас будет отдых, будет увлечение. Но он счастлив, что помог и, ну, получил, конечно, глупее чуть-чуть травму, прямо скажем, это борт не закрыть. Это очень обидно. Ведь за 4 минуты конца матч. Ну, если Габриэль Ландеслук нашел время отметить победу над Словене и 2-0 в групповом этапе, могу себе представить, какую вечерину для своих товарищей по команде закатит уроженец Стокгольма, который знает здесь каждый уголок. Что знает, как бы все повернулось, если бы... Вот Пермёрк получает и все его там поздравляют. Да, ну и осталась команда всех звезд по версии прессы. Лучшим вратарем турнира признан Йонас Энрут из сборной Швеции. Лучшими защитниками чемпионата стали Роман Йоси, МВП, кстати, этого турнира, и его коллега Пандуа Жюльен Воклер. Наверное, просто очень много швейцарских журналистов подъехало освещать сенсационное выступление своей команды на этом турнире. Так они сенсационно и играли же, на самом деле, это же не просто так, они играли здорово. А тем более он лидировал же по списке плюс-минус. Согласен. Форварды Петри Контиола из Финляндии, который, кстати, стал и лучшим бомбардиром этого турнира. Ну вот Рене Фазели, Жак Рогге будут вручать чемпионский кубок Крунволя. Отправляют за трофеем. Возьмёт кого-нибудь с собой? Ну, наверное, он здоровяк поднимет его. Ну, нет, просто так делают, чтобы разделить, чтобы выделить чью-то роль в составе этой команды. Может быть, да, пока подвозит, подвозит к своим партнёрам и вздымает над головой, попадая в их объятия. Итак, лучший нападающий Петри Контиола, Пол Штясный и Хенрик Сидин. Здесь, я думаю, вопросов никаких нет. По версии директората, лучшими игроками признаны вратарь Юнос Энрод, защитник Роман Йоси и нападающий Петри Контиола. Ну и показывают нам радость новоиспечённых чемпионов мира в одиннадцатый раз в своей истории. Если не ошибаюсь, сборная Швеции становится сильнейшей командой планеты, опять же, в рамках мировых первенств. Говорит по-шведски. Добрый вечер, Стокгольм. Мои поздравления. И вперёд, Швейцария. Спасибо, болельщики. Вы лучшие. Спасибо огромное. Благодарю всех волонтёров. Больше шестисотых работало на этом турнире. Без них этот чемпионат бы не состоялся. Спасибо огромное вам. И от имени Международной Федерации Хоккея России я объявляю этот чемпионат закрытым. И приглашаю всех через год, в 2014-м, на хоккейные поля Белоруссии. Минске и Бавруйске. Ну что же, нам остаётся поблагодарить вас за то, что всё это время вы были с нами. Мы чувствовали вашу поддержку. К сожалению, сборная России выступила не так ярко, но, тем не менее, спасибо за то, что были с нами. За то, что смотрели трансляции. Луа Фалькман будет сейчас исполнять государственный гимн своей страны. Мы сделаем паузу и попрощаемся уже после. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Швеция чемпион. На этом всё.